Сегодня день люкса, я проезжала мимо Second, да, нашла вот такое вот платье, заглянула все-таки, думаю, полчаса видели, нашла вот такое платье, это Эйсос, оно вискозное, в длине миди, мне очень понравился его цвет, изумрудный, и мне очень понравился фасон, посмотрите, полностью закрытый, длинный, красивый его, в порядке покажу вам. Дальше вот такое платье, не знаю, вам будет видно или не будет, в бельевом стиле, летнее, разноцветное, оно шелковое, это, по-моему, Zara, да, это Zara, вот оно шелковое, подкладка вискоза в расперии М. Вообще могу сказать, что сегодня тоже плохо, хотя люкс, вроде бы день завоза люкс, но не на что смотреть, нашла вот такую сумку, заказ под селин, это не селин, и это не кожа, и она прям очень страшная, убитая, я вам могу сказать, какие бывают поделки селин. Да, вот такую вот белую кожаную сумку, но я не уверена, что я могу ее очистить, она такая сумка-багет, но большущий багет, и вот так вот она выглядит, бренд, сейчас смотрю, просто здесь, в этой корзине, намного только места для себя, чтобы мне никто не мешал, чтобы я могла просто расположиться, это детская, детская одежда. Вот, бренд Jazz Pal, не буду даже рисковать, вообще белые сумки большая редкость, так, чтобы они не попались в очень хорошем состоянии, такого нет, я не встречала, соответственно, эту тоже брать не буду. Ну, здесь видно по кисточкам, вот, что это кожа, просто в словам показать, и вот такая, посмотрите, сумка, которая уже убита, еще будучи, можно сказать, новой, потому что видно, что ее никогда не носили, возможно, это витринный экземпляр, ее придавили просто вот так вот, и смотрите, что с ней случилось, вот, что значит, ненатуральное изделие полиуретан, видно, что ее не носили, цвет огонь, очень красивый, но, увы, и ах, и форма не классная. Я вообще косметичковый маньяк, никогда не прохожу прямо косметичек, не знаю, вот эту я взяла сначала, подумала ее купить, потом решила оставить. Это косметичка от Ed Baker, у нее такой цвет графитовый, с каким-то напылением, такое ощущение, что это напыление под пленкой, вот под этой, под этой клеенкой, и выглядит она как будто пыльная, поэтому она мне не нравится, несмотря на то, что она новая. Я ее, пожалуй, брать не буду. Вот так она выглядит, она среднего размера, но нет. Нашла вот такую сумку от Melbury, я в прошлом видео вам показывала новую сумочку, есть полиуретана от этого бренда, точнее, реплика на этот бренд, и сказала, что не встречаю кожаных изделий, то есть они не встречаются. У этого бренда я имела в виду реплику, потому что в Законхенде практически невозможно найти оригинальные Melbury, несмотря на то, что здесь, посмотрите, все промаркировано. Подкладка с этим знаменитым деревцем, вот здесь вот, и на вот этом жетоне металлическом есть номерной знак, если его вбить, то ничего не показывает, поэтому это снова подделка. Интересная ручка, вообще интересная модель, можно и на плечо, и в руках носить. Модель необычная, не знаю, вам будет видно, не будет видно, ее бы почистить, и она будет выглядеть интересным. Просто вам снова показываю, что в Саконхенде, как с Луи Виттоном, очень редко, вероятность 30 оригинальной Melbury, очень низкая. Из сегодняшнего Вова только вот этот ремень, но я очень рада, что я его нашла, потому что он классный, он такой добротный, с такой прям мощной кожей, он очень тяжелый, но классный, скажите, необычный дизайн, как будто палка бамбука внутри. И пряжка, она тоже такая мощная, здесь не знаю, что это за бренд, ничего не написано, а вот здесь вот что-то написано, написано «Сделано Виталий». Он классный, я его беру однозначно. И вот эту вот сумку нашла, это бренд Кристофер Вайн, это очень крутой бренд посуды, мне очень нравится посуда, прям произведение искусства. Сумка так себе, просто не знала, что одни сумки тоже изготавливают. Еще нашла вот эту кожаную сумку от Gigi, очень приятная мягкая кожа, ну, смотрите, здесь какой-то дефект, висит на люксе, но я не буду брать ее. Не знаю, может, это мокрый, обычно так уже реагирует, если ее намочить, может, кто-то на нее пролили, но нет, не буду рисковать. Девочки, сегодня завоз, смотрите, какую игрушку я нашла, она новая. И, ну, как бы игрушка так себе, но мне очень понравилось, что ее зовут Сергей. Видите, Сергей. Конечно же, я возьму, подарю Сереже, пусть поражет немножко. Класс, скажите, вообще. Какой-то работник Сергей, галстуки, пуговицы, все дела, рубашечка, такой ботан. Дальше, взяла вот такую сумку с аулями. Это шоппер, он новый. И мне понравилось, что это рециклированный пластик из переработанных материалов. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, из переработанных материалов. Осознанное потребление вдвойне. Вот она вот такого среднего размера. Хорошая сумочка, возьму я, пожалуй. Потом я нашла вот такой кошелек из натуральной кожи. Посмотрите, как он прикольный. Он в хорошем состоянии. Это у нас Rovalan бренд. Да? Да, да. У меня уже сумка была, это королевский бренд. Очень крутой. Так что, по-любому, надо брать. Сейчас отстегнут мне магнит, и я посмотрю состояние внутри. Где-то здесь было написано, что это натуральная кожа. Вот здесь. Не знаю, будет вам видно, не будет. Ну, мне нравится он, симпатичный. Затем нашла вот такую юбку. В ощупь сразу понятно, что это шелк. Вот такая вот цветочный принт. Юбка длины миди от бренда Лора Эшли. В шестнадцатом размере. Я думала, что это лицевая ее сторона. А потом смотрю, что-то как-то не так. Почему бирка с этой стороны? Оказывается, лицевая сторона... Вот. Сейчас я переверну. Вот ее лицевая сторона. Цветочный принт проглядывается еле через вот этот вот тонкий-тонкий шелк. Но он весь в зацепках, в катышках каких-то. И здесь вообще дырка есть. В общем, я, конечно же, не беру. Мне больше нравится вот эта тканюшка. Вообще, у меня есть шарф вот в таком же плане. Снизу одна ткань, а сверху совсем тоненькая. Ткань не просвечивается. Можно было бы взять под переделку. Но, наверное, не буду, потому что не умею. Еще вот такой кошелек нашла. Ниа вроде бы бренд. Мне сегодня на кошельки везет. С обратной стороны он вот такой. Мне кажется, он интересный. Внутри выглядит вот так. Как же? Вот. Здесь указано, что это натуральная кожа. Сейчас вот снимут магнит. И посмотрю по состоянию его внутри. Но снаружи он не плохо. Следующий магазин, следующий день. Я не успею уже зайти в примерочную. Я полчаса свои израсходовала. Здесь определяют лимит в полчаса. И все эти полчаса использованы. То, чтобы найти хоть что-то интересное. Ну, не густо, честно говоря. Взяла вот такую вот блузу Max & Co. В 14 размере. У нее очень красивый королевский синий цвет. И мне очень нравятся ее пуговицы. По составу 75% лобка, 25% шелка. Но вот здесь есть какое-то пятнышко. Я не понимаю. Что это за пятно. Сейчас я его осмотрю. Может быть, можно ее почистить. Ну, блуза простая, с накладными карманами. Мне пуговицы очень нравятся. И состав неплохой. Нашла вот такой вот ремень. Это Тед Бейкер. Я не сразу его узнала. Такая акцентная пряжка у него. Он из натуральной кожи. Здесь, как всегда, цитата Теда. И состояние у него неплохое. Сделалась одна дополнительная дырочка. Я помою шампунем. Приведу в порядок. И 100% он заиграет совсем по-другому. Мне он нравится. Он тяжеленький. Сейчас посмотрим, насколько он зависит. Еще вот такой нашла. Это Некст. Он тоже кожаный. Где, как написано. Вот, видите. Здесь размер 42. Мне нравится его пряжка. Смотрите, какая она интересная. Вроде бы простая, но что-то в ней такое и есть. По состоянию тоже неплохой. Почищу, помою. Шампунем отмою, маслом намажу. И он тоже заиграет совсем по-другому. Засияет. Вот еще вот такая вот юбка. Мне понравилась цветочный принт. Цветы пониже. Видите? Юбка от бренда Кост. В 14 размере. Центный шелк. Подкладка полиэстр. Еще нашла вот такой вот кардиган. Сейчас я его осмотрю на дефекты. Ну так, вроде бы, состояние у него неплохое. Местами нужно почистить от катышек. Это Лора Эшли. В 38 размере. Состав. Он состав. 50% шерсти, 35% вискозы, 10% нейлона и 5% кашемир. Думаю, в общем, брать не брать такие вот пуговички. И смотрите, что я нашла. Корзины пустые. Видите? Не знаю, что происходит. Где сумки все. Нашла только две сумки. Сюда принесла их. Одна винтажная. Но смотрите, какая беда с ней. Выглядит она очень интересно. Вот так вот она. Я, короче, в последнее время меня переклинила на такие сумочки. Мне не очень нравятся. Такие либо винтажные, либо в винтажном стиле. Мне кажется, они прям такие милые-примилые. Это бренд Ланка. Ланца. Сделана в Англии. Из-за этого это, по-моему, жвачка. Я не хочу трогать, но мне кажется, что это жвачка. Я не буду ее брать. Такую вот еще нашла. Это кожаная 100%. У нее вот такие ручки. Я тоже не рискну ее брать, потому что я с ними ничего не смогу сделать. Это надо красить. Видите, немного облучилась краска. Вообще так состояние неплохое. И форма мне очень нравится. Классная. Вот так вот сзади она выглядит. Рызово, такого красивого цвета. Вот как она выглядит внутри. Ну, сразу видно, что она винтажная. Вот ее бирка. Grace and Storff. Не знаю, что это за бренд. Подскажите, если вы знаете. Видите, какой замочек старинный. Я не знаю, какого года. Возможно, даже где-то 40-е. Да, может быть, и 10-е. Мне кажется, это такой глубокий винтаж. Посмотрите, как застегивается. Видите? Но я, к сожалению, не умею реставрировать. Перемещаемся в магазин Humana. И в этот день цена составляла 130 гривен за каждую вещь. То есть это в среднем где-то 4,5 долларов. И я набрала с собой много вещей. Но, честно говоря, вышла я с маленьким пакетом. Потому что ничего особенного. Ну, не могу сказать, что меня порадовал этот завоз. Ничего особенного для себя я не присмотрела. Первое, что я примеряю, это вот эту блузу, рубашку. От бренда Самун. Это Гэри Вебер, насколько мне известно. Следующая рубашка. Вот такая вот от Banana Republic. Мне сначала показалось в примерочной, что она белого цвета. Но нет, она такая нежно-нежно, слегка розовая. Если сильно присмотреться, можно увидеть розовый подтон. А так, на первый взгляд, кажется, что она белая. Базовая рубашка из хлопка в размере L. И она на мальчика-подростка. Но, мне кажется, на мне тоже неплохо смотрится. Я люблю такую хорошую оверсайз, без выточек, без всего. Еще я взяла в примерочную вот этот топ, который не стала примерять. Потому что я изначально знала, что я не буду его покупать. Взяла, чтобы вам показать. Посмотрите, какие швы у него необычные. Кажется, что это ручная работа. Это премиальный бренд. Шелковая вещь от дизайнера Штефан Шрауд. Но эти камни все портят. Сам топ я бы взяла с удовольствием. Потому что он невероятно приятный на ощупь. Но эти камни, вы знаете, что я их не люблю. Это, конечно, любителя. Но мне совсем-совсем не нравится, когда шелк украшен какими-то камнями, которые, на мой взгляд, дешевят само изделие. Следующий комплект а-ля Бомж Стайл. Слишком перегруженный образ, на самом деле. Но рубашка сама по себе очень интересная. Здесь и тропики, и анималистичный принт. Рубашку хочется рассматривать. Она действительно необычная. И так как я ничего не нашла в комплект к этой рубашке в магазине, пришлось примерять в своих брюках. Но рубашка классная. Она от Гэри Вебер из вискозы. Очень приятная холодящая ткань. И мне кажется, что она вообще новая. Потому что на бирке еще антивандальные магниты, голограммы и все, что обычно срезается при покупке. Но здесь это еще было. Еще две вещи, которые между собой совсем не дружат. Но мне показалось, что по отдельности они себя неплохо проявят. Вот такая вот синяя футболка темно-синего цвета. И юбка в гороховый принт на фоне бутылочного какого-то цвета. Мне кажется, юбка нереально крутая. Несмотря на то, что она вискозная. Несмотря на то, что это масс-маркет бренд. Садится она очень хорошо. В ней комфортно. И она выигрышно подчеркивает фигуру. В общем, она мне понравилась. Я ее взяла. Тем более, что она новая похожа. Взяла еще и эту футболку. Но дома уже обнаружила на ней дефект. Еще я решила примерить вот эту парочку. Вот такие шерстяные нюдовые брюки от Benetton на средней посадке. Обычная классика из очень-очень. Буквально из тончайшей шерсти. Очень приятная и комфортная вещь. Я решила надо брать. И вот эта рубашка. У нее хороший состав и необычный принт. Здесь какой-то водный мир. И кораллы, и планктон. И мне кажется, даже рыбки. В общем, рубашка тоже интересная. По составу 70% хлопка и 30% шелка. Она очень тонкая и легкая. Буквально как перышко. Девочки, я снова на завозе. Побежала первым делом к сумкам. Пока смотрела сумки, все остальное разобрали. Но кое-что получилось найти. И вот с вами делюсь. Нашла вот такую сумку. Она из натуральной кожи. Но она такая винтажная. Похоже, что это вообще ручная работа. И я не знаю, брать ее или не брать. Сейчас посмотрим, сколько она затянет. Вот так вот внутри. Да, мне кажется, что это ручная работа. Посмотрите на эти швы. Я не знаю, если бы была здесь вот эта вот ручечка коротенькая, 100% бы взяла. Мне нравится такая форма. Вообще, состояние неплохое, на самом деле. Ее бы выпрямить. Немножечко даже отпарить. Придать ей форму. Набить. Она будет выглядеть хорошо. Дальше. Вот такую сумку взяла. Но сейчас я ее рассматриваю. Я не смогу ее почистить. Вот видите, я не знаю, что это такое. Это, возможно, от ремня. Для от куртки. Бренд Gigi. Очень люблю этот бренд. За его мягкую кожу. Но состояние оставляет желать лучшего. Здесь вот бирочка. С кусочком кожи. Внутри куча отделений. У меня подобная сумка уже была. Я точно помню. Не знаю, как вам показать. Одной рукой очень неудобно. Нашла вот такую сумку. Нас уже выгоняют. Я ничего не успела. Я за полчаса. Сумка от Ковалли. Вот так она выглядит. Вот этот металл такой тяжелый. Вообще, фурнитура очень тяжелая. Она такого красивого пыльно-розового цвета. Но она вся очень грязная. Я не знаю, смогу я ее почистить. Не смогу. Выглядит она, конечно, прикольно. Если привести ее в порядок, то она будет очень классная. Вот здесь написано, что это натуральная кожа. Много карманов. Сейчас покажу вам ее. Не знаю, смогу. Не смогу. Вот так она должна выглядеть. Смотрите, какая она грязная. Еще нашла косметичку от Ted Baker. Обожаю этот бренд. Мне очень нравится его разглядывать. У него всегда что-то интересненькое. Поэтому косметичку, наверное, возьму. Она удобная тем, что она из такого, не знаю, с чего она звенила. Это очень удобно в ванной комнате, в путешествии брать с собой. Она не пачкается. Здесь такой бантик, видите. Люблю этот бренд. Дальше. Такой мешочек от Redli. Я его возьму. У меня есть один кошелек от Redli. Я сложу в этот мешочек кошелек. И вот таким вот комплектом продам. Нашла вот такую поясную сумку. Под крокодил или под что она. Я не знаю, кожа не кожа. Она новая. И она мне очень нравится. Она такая лаконичная, простая, среднего размера. Внутри хорошие магниты. Выглядит она вот так. Я не знаю, честно, здесь вообще ничего нет. Здесь несколько карманов. Но мне нравится. Она новая. Я ее, пожалуй, возьму. Еще вот такой кошелек взяла вам показать. Его нужно стирать, чистить. Не хочу этим заморачиваться. Смотрите. Два в одном. Маленький такой кошелечек. Внутри. Брать не буду. Просто взяла вам показать. Это что-то типа льна. Ну, такой очень рустик для любителей эко-тематики. Еще взяла вот такую вот сумку. И похоже, что она винтажная. Но здесь ничего нет. Кожа не кожа. Очень похоже на кожу. Надо проверять. Есть и такая ручка, и ручка такая вот. Мне очень форма нравится. Я не знаю, может, я ее возьму. Похоже, что она такой хороший винтаж. Не знаю даже. Вот, видите. Но швы наружу обычно, если не кожа, то они всяческим способом прячут швы. Чтобы их не было видно, чтобы нельзя было распознать. Здесь наружу. Сейчас буду смотреть. Ну, сумка мне нравится и по форме, и по цвету. Такой глубокий цвет. Благородный. Классная. Лазы симпатичные. Скажите. Ничего не написано. Мне кажется, она очень стильная. Часы. Тяжелые. Интересно, идут. Дорогие мои, мы с вами уже дома, и я не могу не поделиться своей находкой, которую я схватила в последний момент перед выходом из магазина, и которой я совсем не придала значения, будучи в магазине. Но дома уже рассмотрев, проанализировав, я поняла, что это просто бомба. Это находка века. Вот такое вот украшение. Точнее, как я понимаю, часть украшения, посмотрите, видно вам, нет? Это Тиффани. Девочки, это Тиффани. Я в шоке. Так как у меня нет совсем никакого опыта общения с изделиями от Тиффани, я никогда раньше не встречалась, у меня никогда не было украшения от Тиффани. Естественно, я залезла первым делом в когол, посмотреть, сравнить, понять, оригинал, не оригинал. Я не знаю, конечно, не ювелир, я, скорее всего, еще буду консультироваться с профессионалом, но, судя по рифту и по этой монетке, очень-очень похоже на оригинал. Такая счастливая, не могу вам передать просто, насколько. Я никогда раньше не встречала ювелирку в секонд-хенде, ничего подобного я не находила. Я знаю, что там есть люди, которые занимаются строго украшениями, они бегут сразу туда в день завоза. Это, кстати, было куплено в день завоза, но лежало оно не там, где все украшения, всякая бижутерия, а в детских игрушках, в какой-то вообще фигне, честно. Поэтому ее и не схватили, тащили, и она лежала, ждала меня. Я очень счастлива, я очень рада. Здесь указано, что это Тиффани Эндко, Нью-Йорк, 925-я проба, это серебро. Еще со школы я помню, что 925-я проба, это значит, что вроде бы на килограмм сплава приходится 925 грамм благородного металла, а остальные 75-я, это, насколько мне известно, медь или какой-то еще металл, который способствует тому, что изделие дольше носится. То есть, придает большую износостойкость изделию. Чем выше цифра выгравирована, тем больше драгоценного металла в самом изделии. Я так понимаю, что это не целое украшение, а часть его. Из-за вот этой вот застежки я сначала подумала, что это шармик от браслета, но загуглила. Сейчас на сайте Тиффани есть вот такие вот монетки-шармики, и они свыше 130, по-моему, долларов стоят, только вот эта вот монетка. Но вот такого, такой детальки, такого шарма нет, но это он как бы не маленький. Здесь на самом большом шарике, вот здесь вот на конце, видите, есть крючок. То есть, очевидно, что сюда еще что-то цепляется. Возможно, это часть браслета, возможно, это часть подвески какой-то. Я, честно говоря, не знаю, остается только догадываться. Вы пишите, если знаете, если видели. Мне очень будет интересно. С обратной стороны вот, что написано. Тиффани Энтко и 925. Сейчас, конечно, буду гуглить, узнавать про эту компанию. Мне очень интересно стало, хочется почитать про нее. Но то, что я помню, то, что компания разрабатывала дизайн печати для Соединенных Штатов Америки, и сейчас эта печать красуется на каждой долларовой банкноте. Это все, что я знаю. Ну, как бы по мелочам, конечно, еще. Украшение интересное. Я не знаю, что с ним делать. Оно было без коробки. Это я положила на коробку, чтобы моя камера как-то начала фокусироваться. В общем, вот такая вот находка. Никогда не знаешь, что ты найдешь в секонд-хенде. И я не перестаю удивляться своими находками с секонд-хенда. И такие находки меня побуждают ходить, 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 что-то искать. Я уверена, что все самое-самое интересное у меня впереди. На этой ноте буду заканчивать свое видео. Я благодарю вас за просмотр. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Я вас целую и обнимаю. Пока!